В Комунаре градообразующее предприятие – рудник. Золото здесь добывали еще с екатерининских времен. И сегодня запасов достаточно для большого производства. Вот на этом карьере уже больше 20 лет ведут добычу золотоносной руды открытым способом. Отсюда ее доставляют на фабрику, в год перерабатывают миллион тонн. Кстати, это месторождение по содержанию золота богаче, чем на Урале. Компания приобрела лицензии на новые месторождения. Через пять лет рассчитывают перерабатывать уже 10 миллионов тонн руды и увеличить производство золота до 10 тонн в год. О своих планах представители компании рассказали главе Хакассии. Руднику требуются рабочие кадры. Чтобы привлечь специалистов, нужно создавать условия проживания в селе. Мы эту территорию будем развивать. Сегодня мы строим КОК. Мощностью обогатительное производство, мощностью 4,5 миллиона тонн. И мы боремся за людей сегодня, за специалистов. Мы за год только снесли 22 дома ветхоаварийные и переселили людей. Между правительством Хакассии и компанией ЮГК подписано соглашение по развитию коммунара. Одновременно мы заинтересованы в том, чтобы работники сюда приезжали. Чтобы они приезжали, должна быть развитая инфраструктура, чтобы было куда детей отдать в школу, в детский садик. Было где отдохнуть полноценно, современно. Была нормальная дорожная инфраструктура. В коммунаре уже строят новую линию электропередачи. Запланированы котельные и очистные. Ремонт школы, больницы и спортзала. Начали сносить ветхие бараки. Будут возводить новое жилье. Чтобы наш поселок стал красивым, комфортным и безопасным для проживания наших жителей. И все, кто когда-то отсюда уехал, еще будут мечтать вернуться назад. Ждем активности от муниципалитета, чтобы она фонтанировала. А власти республики рассчитывают, что компания может стать крупнейшим налогоплательщиком в Хакасии.